всем привет ребята купил я смарт-браслет xiaomi mi band 4 вот он сегодня я сделаю на него обзор вот она как выглядит эта упаковочка четверка кстати красиво блестит да мне прям нравится м бренд четверки сейчас буду открывать сейчас посмотрим вот отсюда удобнее сзади открывать очень удобно вот здесь хвостик за него на себя дергаешь коробочка выезжает и вот он сам гаджет так коробки больше нет ничего там пусто положил здесь вот так вот так что у нас комплекте идет у нас идет сам браслетик вот он кстати в хорошей упаковке качественно такая приятная на ощупь упаковка дальше у нас что идет в комплекте так вот здесь я не могу неудобно открывать ага вот так вот мануал инструкция скорее всего на китайском полную сюда да вот она одна сторона и и такая большая и на китайском и вот другая на но здесь показывает как пользоваться гаджетом вот я думаю мы обойдемся сейчас без нее если что там посмотрим может быть прибегнем и к ней так и чаще у нас в комплекте должен быть зарядник вот он у нас и зарядник как раз так тяжело как-то выходит вылез зарядник зарядник конечно вот прям написанными и не знаю вам вот да вот так вот будет видно вами он видите вот здесь написано прям внутри шнурок конечно я по качестве не бы лучше сделали бы такой хлипеньки конечно не стоит его дергать так ну ладно вернемся к нашему гаджету теперь так это все сюда вот суда зарядник положу пока вот он гаджет нас вот он как выглядит достаточно красиво мне нравится удобная застежка заклепка заклепывается так передняя панель я так понимаю плоская она стала прям видно вам тоже я думаю друзья должно быть видно и теперь кстати вместо пластика теперь стекло вот кстати включил все по по-китайски хотел сказать по-английски все по-китайски как мне сказали когда синхронизацию буду делать с телефоном все станет на русском здесь на нем браслет работает с приложением мифит если кто не знает как узнать поддерживается у меня инфиси или нет вот здесь вот внизу есть такой кругляшочек вот внизу экрана вот он кругляшочек значит что у меня не поддерживается инфиси если бы кнопочка была похожа на букву п русскую большую печатную то поддерживалась бы инфиси вот поэтому кружочку все определяется либо п печатная большая похожий на п она такая полу овальная либо кружок поговорим о характеристиках этого браслетика дисплей у него amoled операционные устройства с ним совместимы ios 9 android 4 4 и выше датчик датчики какие у него стоят сердечного ритма гироскоп акселерометр диагональ экрана у данного устройства 0,95 дюйма практически целый дюйм а это где-то примерно два с половиной сантиметра разрешение дисплея 240 на 120 а материал корпуса поликарбонат самого устройства также он водонепроницаем до 50 метров можно спокойно в глубину плавать с этим браслетиком версия bluetooth у него 5 а емкость аккумулятора 135 миллиампер час и причем время зарядки у данного устройства всего лишь два часа то есть прям буквально два часа и все из зарядки хватает на 20 дней блин это вообще круто мне кажется а вес устройства 24 грамма ну на моче такой легенький сейчас я буду показывать как будет происходить синхронизация с моего смартфона redmi 5 плюс xiaomi с этим браслетом mi band 4 потому что он на нем все на китайском но после синхронизации все станет на русском сейчас будем делать синхронизацию с устройством браслета с моим смартфоном для этого я скачал приложение mi fit она перед вами заходим в него тут войти или создать аккаунт ну поскольку у меня нет аккаунта я буду создавать аккаунт так выбираю россию далее соглашение я принимаю присоединиться к программе улучшение качества то я думаю не буду выберите способ регистрации но я выберу наверное наверное вот через google так проходит регистрация через google моя ну вот я в google зарегался через google точнее я зарегистрировался так тут выбираем имя можно любое придумать но я оставлю redmi 5 плюс пол мужчина дата рождения выбираем любую как вы хотите допустим 92 рост выбирайте свой метр 78 вес допустим 80 килограмм и 5 нажимаем далее всемирная организация здравоохранения рекомендует ходить не менее 40 минут в день 8000 шагов вот то есть он будет у него какие-то наверное эти будут ограничители или чё честно говоря я сам еще пока не знаю ну оставим 8000 далее если браслет не подключен используйте телефон для контроля активности понятно а вот теперь разрешить доступ к моему устройству разрешаю нажмите чтобы подключить вот часы выбираем браслет нажимаем ok нужна служба геолокации понятно разрешить надо еще видите что блютус был включен включить блютус включаем блютус поднести браслет к телефону а у меня прям он кстати забыл завибрировал браслет вот у меня на браслете менюшка вылезла и написано подтвердить я так вот так по китайски я нажимаю тут крестик и галочка я нажимаю галочку вот у меня идет подключение сейчас наверное скорее всего обновления будут какие-то а происходит обновление я понял обновление встроенную пау потому что вот часы инфра после синхронизации у меня до сих пор китайский язык сейчас вот после обновления скорее всего на русский все перейдет вот теперь обновление шрифтов все обновление завершено вот настройки циферблата есть круто всякие разные блин тут вообще тему всякие прикольные блин круто циферблаты мои циферблат а здесь можно это типа избранного добавить в избранные найти браслет обнаружения расположение браслета левой правой запястья тут достаточно интересное тоже приложение я думаю здесь каждый сам уж разберется что ребята браслет синхронизировался с устройством теперь все на русским по-русски на русском языке статус пульс вот прям быстро погас тренировки погода уведомление дополнительное ну и заключение я думаю он будет популярен чем его предшественник 3 потому что здесь больше возможностей всем спасибо кто досмотрел до конца